В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Поговорим на чистоту. О чистоте. Зима, конечно, еще нет-нет, да покажет характер, но совсем скоро случится неизбежное. Снег растает, и вот тогда во всей красе предстанет традиционно безнадежная картина. Оборотная сторона весны. Она безжалостно расскажет, кто где мусор кидал и кто его не убирал. Спорить на тему, кто больше виноват, можно долго, увлекательно и бесполезно. Гораздо более продуктивно понять, что же делать, чтобы чувствовать себя жителем мегаполиса, а не помойки. Городские власти, начиная с апреля, начнут генеральную уборку Самары. Месячник по благоустройству. И мэр Дмитрий Азаров на неделе призвал самарцев не оставаться равнодушными. Мы должны мобилизовать людей. Коллеги, еще раз, задача стоит в этом году сделать следующий качественный шаг. Я уже говорил, что нам удалось в свое время сделать большой шаг вперед в организации этих мероприятий. В этом году идеально мы должны провести. И людей для этого надо разбудить. Опыт прошлых лет, говорит особо сознательно, горожан в Самаре немало. Ну и немного. Два года подряд на субботники выходит более ста тысяч человек. Цифра, конечно, внушительная, но в городе миллионников число добровольцев с лопатами и граблями могло быть и больше. Так почему же многие молча наблюдают за тем, как энтузиасты вкалывают? Эксперты убеждены, кроме банальной лени, людям мешают стереотипы и мифы, засевшие у них в головах. Вот их я и попробую сегодня развенчать. А что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Да ее вовсе не существует, доктор. Разруха не в клозетах, а в головах. Ну, это история старая. Субботники кто придумал? Ну, я видел Ленина с бревном. Ленин? Конечно же Ленин. Кто еще? Итак, миф первый. Субботник придумали большевики. И раз коммунизм умер, не родившись, не оставив нам даже призрака, то и такой атовизм минувшей эпохи, как бесплатный труд, тоже должен кануться в лету. На самом же деле советская наука, рассказывая о происхождении субботников, лукавила. Официально в СССР бытовала версия, что все началось в апреле 2019 года, когда в ночь с пятницы на субботу 15 рабочих локомотивного депо за 10 часов полностью отремонтировали три паровоза. Этот трудовой подвиг вождь пролетариата назвал великим почином, и уже через год на всесоюзной уборке вечно живой враг буржуазии личным примером воодушевлял массы, ходил по Кремлю с бревном. Этот эпизод жизни Ильича вдохновил не только армию художников соцреализма и авторов бесчисленных анекдотов, но и современных мастеров фото-жаб. Таким мы его помним. Таким он будет жить в веках. В том, что большевики кинулись семи уже в подготовленную почву, не сомневаются современные историки. Глеб Алексушин рассказывает, традиция безвозмездного труда берет свое начало еще от христианства. И даже сами названия «субботник» и «воскресник» взяты из той же самой христианской парадигмы. Суббота и воскресенье – это особые дни в изготовлении земли, и поэтому как раз эти два дня и могли стать вот такой основой. И поэтому, заметьте, у большевиков не появилось четверговника, пятничника, а появились именно классический субботник и воскресник. В Царской России одним из таких дней, когда массы коллективно трудились, невзирая на сословие, был день древонасаждения, учрежденный в 1898 году. Затей настолько понравился императору Николаю II, что через пару-тройку лет этот праздник проводился в 40 регионах России. В Самаре же нечто похожее появилось чуть ли не на полвека раньше. Крупные купчихи, известные в городе, в крупной смысле капиталов, и дворянки очень часто принимали участие в различных общественных акциях, которые сопоставимы с субботниками. У нас есть интересное место, где у нас две улицы Степана Райзина. Вот между ними зажат треугольник. Вот этот треугольник – это северная часть бывшей полицейской площади. И вот эту территорию занимал так называемый Александровский сад. Его три раза высаживали. Последний, выживший, вот третий уже, да, потому что там не приживались первые два сада, был высажен Лишиным, Лишинсквер его называли. Это офицер Самарского гарнизона. То есть достаточно необычное, как мне кажется, для военного занятие садоводство. Из самых известных садоводов Самары стоит в первую очередь помянуть Петра Владимировича Алабина, который чуть ли не своими руками, как вспоминают старожилы, создавал сады на Соборной площади, то есть на площади Куйбышева. И, соответственно, опять же, этот труд, хоть и был частично оплачен, то есть деревья закупала городская администрация, но труд по их насаждению, это было бесплатно. И, опять же, это тоже можно причислить к субботниковой традиции. Традиция была гораздо богаче, поэтому о большевиках стоит сказать, что они, пожалуй, ее сузили и, конечно же, во многом выхолостили. Большевизм ушел, да, то есть коммунизм остался в прошлом, и сейчас возникает вопрос, ради чего выходить 20 апреля на субботник? Ради дедушки Ленина? Да нет, конечно, ради себя самих. В том, что бесплатный труд, основанный на идее, не зависит от политического строя. Экономической формации убеждены и те, кто изучает законы общества. Помощь другим, и в том числе и себе, это заложено в человеческой природе. Не все основано на товарно-рынчных отношениях. В сути человека по-человечески относится к себе и к другим. А это бесплатное отношение. Оно не основано ни на каких деньгах, ни на каких расчетах. Я помог, и от этого мне самому хорошо. И те, кто искусством пытается сделать человека немного лучше. Маэстро Михаил Щербаков, легенда самарской филармонии, в своих руках держал предметы гораздо тяжелее дирижерской палочки. Будучи комсомольцем, участвовал в субботниках, признается, и сегодня охотно снова бы взялся за грабли. Музыкант убежден, не все в этом мире продается и покупается. Музыкант, он может сыграть просто ноты, правильно и чисто, а может за те же деньги еще вложить очень много души. Мы вот сейчас играли музыку Рахманинова, музыку такой любви к России, такую созидательную. И вот этот шаг благородный, такой вот субботник, то что называется, когда люди выйдут и вложат какой-то свой труд, воспитание любви к родине, вот этого созидания начинается с малого. А как вам кажется, в Европе есть субботники? Конечно, нет. Почему так кажется? Ну, потому что все, что было в Европе плохое, мы перетянули к себе. Нет, у них там правительство все убирает. И это уже второй миф капиталистических Европе и США, где, казалось бы, главенствует принцип товар-деньги-товар, тоже есть место прекрасным порывам души. 22 апреля, вот совпадение, за океаном проходит, можно сказать, всеамериканский субботник. Учителя вместе с учениками выходят на посадку саженцев и цветов, а заодно убирают и территорию вокруг. И призрак дедушки Ленина с бревном здесь совершенно ни при чем. Любовь к чистоте и природе там развивают в детях с 1874 года. Такой же праздник общенационального масштаба проводится в Италии 21 марта, в Южной Корее 5 апреля и в Китае 12 марта. К тому же на Западе очень развито волонтерское движение. По сути, это те же субботники, только название другое. Каждый американец хоть раз в жизни и бесплатно поработал на благо общества. А в Германии и Ирландии треть населения постоянно участвует в волонтерских акциях, посвящая им до 15 часов в неделю. Добровольцы уверены, для них это уникальная возможность для получения жизненного опыта. Любые подобные проявления активности, это самореализация. Слабые помогать другим не могут. Слабые будут ждать, что им помогут. Слабые будут ходить и рассуждать на тему «мне должны сделать». Мэр, чиновник, общественная организация, тот, кого я нанял, «мне должны». Те люди, которые уверены в себе, которые готовы помогать другим, сейчас во многом, на самом деле, преобладают на Западе. В Соединенных Штатах, в Европе, именно поэтому там настолько широко развито волонтерство. Именно поэтому там настолько широко развита благотворительность. Там благотворителями являются и миллиардеры, и пенсионер, которые в свое свободное время, пенсионеры или студенты, которые идут в свободное время помогать обездоленным, инвалидам. На Западе, кстати, любовь к порядку зиждется не только на совести, но и на штрафах. И весьма успешно. По тому же пути пошли в Самаре, где с подачи мэрии существенно возросли санкции за нарушение правил благоустройства. Теперь исчисляются они сотнями тысяч рублей. Эксперты считают наказание рублем одним из самых эффективных методов, но предлагают не останавливаться на этом. То есть в Германии, если человек скользнулся и упал напротив какого-то дома, он тут же идет в суд и судится с хозяином этого дома. Он не обеспечил порядок перед своим домом. У нас этого нет. Вот если это у нас вести, это конкретное практическое предложение, может быть, даже для городской власти, зона общего пользования, там набережная и площади, это ответственность городской администрации. Все остальное ответственность самих горожан. Сначала человек нужно приучить, а потом уже заставлять его поддерживать этот порядок. Без штрафа, без наказания, к сожалению, мы не приучим людей к чистоте. Никому не нужно это ничего. Хочется чистоты, а никто ничего не ведет. Потому что сейчас ничего бесплатного не бывает. В субботнике актуально? Нет, конечно, нет. Почему? Ну, потому что люди должны работать за деньги, я так понимаю. Стереотип третий укладывается в простую формулу. Почему я должен за даром что-то делать, если есть дворники, которые за это зарплату получают? Одно другому не мешает, уверена председатель Самарского отделения Всероссийского общества инвалидов. Инна Баррель удивляет такая позиция людей физически здоровых. Ведь для тех, за кого она в ответе, субботники, еще одна возможность почувствовать себя полноценными. Для некоторых даже взять метлу и выйти на улицу и сделать что-то для города, это уже подвиг. И вот это уже стимулирует для того, чтобы жить дальше. Когда ты переступаешь через какую-то боль, ты воспитываешь в себе желание что-то изменить в жизни и вокруг себя. Ведь нельзя только потреблять, ведь надо что-то отдавать. Бог ради, никто ничего не должен. Но если вы хотите, чтобы вам было комфортно жить, вы должны приложить для этого усилия. Грабли для битвы, метелки замечательные, для мусора, лопата к бою готова. Подготовку к бою за порядок в городе и головах в Тосе Струковске, что охватывает несколько десятков домов Ленинского района, в этом году начали задолго до старта месячника. Ведь для того, чтобы провести его так, чтобы потом не было мучительно больно за оставшиеся горы мусора, мало подготовить инвентарь. Нужно еще и людей вдохновить. Пока это дается с трудом. Буквально был факт, недавно у нас во дворе, у нас прекрасный дворник, молодая женщина из Узбекистана, она великолепно убирается, в субботу и воскресенье выходят водители машины. Машины стоят во дворе, их машины. Я вхожу, говорю, А мы не поняли, а почему из-под наших машин дворник не убирает снег? Говорят, как вам не стыдно, нам по 40 лет ваши машины стоят, но отгоните машину, уберите снег. Дом ведь он не заканчивается там, где закрывается дверь в квартиру. Дом – это подъезд, это двор, это улица, это город, в котором мы живем. Мозговой штурм в маленькой комнате ТОСа порождает креатив. На объявлениях решили напечатать меткие афоризмы, чтобы заставить жителей хоть на минуту задуматься. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок, привези в порядок планету. Маленький принц. Шикарный. Вот эти две цитаты очень хорошие. А слушайте еще. Делайте что-нибудь хорошее, хоть по чуть-чуть, но каждый день. Участвуйте в апрельском месячнике, не оставляйтесь равнодушны к родному городу. Тоже замечательно. Каждый день по чуть-чуть. По чуть-чуть, каждый день, да. Тоже хорошо. Я бы тоже выбрал, не забывайте, где-то мусор из ведра, из главы, из жизни. Тоже, в принципе, А может быть, мы сделаем их все и на один дом, ну, как бы, в разные подъезды, ну, так, а люди между собой общаются, они все равно будут делиться. Список афоризмов, утвержденный, члены ТОСа спорят, как лучше донести их мысль до горожан. Это только на доске. Только на доске. На доске никто не читает, а так ты взял, давай. Нет, читай. Нет, читай. Так она дома у тебя останется. Зачем? У нас же у подъезда висит, да, ты смотришь. Ну, на мой взгляд, если есть возможность напечатать много, чтобы в каждый ящик положить, нужно напечатать? Нет. И возможно даже постараться и лично учить жителям района ближайших томов и так далее. Это сто процентов. Когда ты приходишь и объясняешь, вот прям от сердца к сердцу мотивируешься, объясняешь, ну, мы здесь живем, это наша земля, мы за нее в ответе, мы не можем просто так вот бросить и пройти там мимо. Там, да, как бы, ну, народ реагирует. Первая партия листовок уже отправилась в почтовые ящики жителей Ленинского района. Сторонники субботников уверены, вода камень точит и утерянные традиции вполне можно вернуть. Наш же экспресс-опрос на улице города показал, каждый третий все же признал, что субботник затея полезная, а каждый пятый даже пообещал, что не останется в стороне. Конечно, пойду. Меня папа выгонит и тряпку даст и грабли. И вперед. Субботники нужны, чтобы люди вот понимали, что, понимаете, вот идет человек, кидает, каждому дворника не приставишь. Вот говорят, что у нас город там грязный, он не грязный, это вот уровень культуры, я считаю, что недостаточно высокий. Ничего не случится страшного, если человек выйдет в свободное время с лопатой, там, в перчатках, с веником. Потому что совместный труд для моей пользы, он объединяет. Матроскин! Присоединяюсь к последнему высказыванию. Надеюсь, что хоть на йоту мне удалось вас убедить. А пока остается лишь поставить запятую, поскольку на сегодня это все. Увидимся через неделю. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова